Всего несколько дней остается до Дня Победы. Главные торжества 9 мая пройдут в областном центре. Сегодня город активно готовится к предстоящему празднованию. Так, губернатор Андрей Бочаров вместе с ветеранами проинспектировал ход реконструкции улицы Мира. В течение двух недель подрядчики проделали здесь большой объем работ. Новый асфальт, ограждения, газоны, лавочки. Улицу Мира теперь просто не узнать. Огромный объем работ подрядчики проделали в сжатые сроки. Всего за две недели, чтобы ко Дню Победы порадовать ветеранов Великой Отечественной войны. Смотрите, вот сейчас сделали ребята здесь, да? Посмотрите, ну это красиво же. Очень. Да, да. Играет, улица играет. Ну согласна, вот что есть такое? Ну смотрите, совершенно другой аспект. Оно даже сделано таким образом, что ну и красиво. И где-то золотинкое, ну черное сделано. Ну красиво. С просьбой провести реконструкцию улицы к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны Великой Отечественной войны. Для них, как и многих жителей, это событие символичное. Именно с улицы Мира началось восстановление Сталинграда в послевоенные годы. Андрей Бочаров не просто поставил задачу привести ее в порядок, но и пообещал, что первыми после реконструкции по ней пройдут именно ветераны. И сегодня это обещание было исполнено. Теперь, когда отстроена улица Мира, и мы живем в мирное время, и мечтаем, чтобы мирное время продолжено было, и на многие годы не только для нас. Нас очень мало осталось. А вот наша молодежь, чтобы они тоже прожили мирно так же, как прожили эти 70 лет все наши народы, нашей страны. Сталинградцы в широком понимании этого слова отстояли Сталинграду, а потом отстроили Сталинграду. И началось отстроение именно вот с этой улицы. Потом пошло дальше, потому что нужно было жить. Для того, чтобы эта красота долгое время радовала волгоградцев, подрядчики использовали современные технологии. К примеру, чтобы дорожное покрытие служило многие годы, его сделали на основе щемы, а под газонами провели специальный поливочный водопровод. Были уложены новые водопроводные сети для полива, специальные такие, где автоматически по программе выдвигаются такие соски, из которых брызжет вода, перекрывая друг друга направлениями, чтобы весь газон равномерно был орошен водой. Учитывая то, что здесь погодные условия летом довольно жесткие, это очень актуально. Теперь подчеркнули ветераны, самое главное, чтобы эта красота не была испорчена самими людьми. Фронтовики попросили жестче следить за тем, чтобы на Мира соблюдались порядок и чистота. Абсолютно правильно, что надо нам и к управляющим компаниям обратиться, на ведение порядка до конца еще. И не управлять, уже обращались, а проверить, как они исполнили те задачи, которые мы им ставили. Раз, с второй стороны, это, конечно, то, что говорят ветераны, стоянки машин. Нельзя ни пройти, ничего сделать. Да во двор нельзя стоить, даже пройти. Но для этого нам с вами необходимо предусмотреть в каждом районе какие-то определенные стоянки. За проделанную работу глава региона вручил благодарность подрядчикам, которые выполняли здесь реконструкцию. А для того, чтобы улица была в чистоте, эксплуатирующие организации Волгограда передали многофункциональный трактор. Машина была подарена делегацией Владимирской области в ходе недавнего визита ее руководства в наш регион. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».